Презентация личного архивного фонда педагога-ученого-исследователя Флорой Среднего Поволжья, почетного члена Русского ботанического общества Николая Сергеевича Ракова, прошла в Ульяновском государственном педагогическом университете. В УЗИ он проработал почти 40 лет. За время своих исследований он исследовал всю территорию Ульяновской области, но больше всего его интересовала территория Ульяновского заволжья. Поэтому большое количество документов в его личном фонде представлено как раз по растительности территории Ульяновского заволжья. Это Старомаинский район, это Димитровград, Меликесский район. При этом в процессе своих исследований он открыл два новых вида растения, произрастающих на Ульяновской области. Это Ковылька-Оржинского и Ильнянка-Волжская. Сердце ученого перестало биться 11 января 2021 года. Причина смерти – осложнение, вызванное коронавирусной инфекцией. 10 апреля этого года ему бы исполнилось 80 лет. Документы Николая Сергеевича поступили на хранение в Государственный архив новейшей истории в 2022 году. Его личный фонд насчитывает более 300 единиц хранения, которые включают около 5000 документов. Я сам лично знал Николая Сергеевича и в студенческие годы. Мне довелось с ним участвовать в археологических разведках. Собралась группа ученых, которым было интересно не только история, было интересно приедение во всей его красе. И Николай Сергеевич мог рассказать о любом растении, которое попадало в самом пути. Сферой научных интересов Ракова стало изучение растительности Ульяновской области. В его работах исследована систематика и эволюция злаков, вопросы по проблеме сохранения ботанических коллекций и ревизии флоры бобовых. На презентации была представлена лишь малая часть документов. Это научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, рабочие программы, методические материалы, воспоминания о работе экспедиции. Это был, знаете, изумительно один из редких флористов, практиков, которые у нас работали. Но они, конечно, очень много. У него был большой круг друзей, таких же уличеных, как он. Они все полевые сезоны проводили на природе, в различных районах нашей Ульяновской области и предельных. И вот одной из таких, наверное, итоговых работ его стала книга «Флора города Ульяновской области». Участники презентации получили уникальную возможность познакомиться с ранее неизвестными подлинными документами, долгие годы хранившиеся в семье ученого. Это рабочие записи, зарисовки, карты, листы из гербария. Кстати, гербарий Педагогического университета собран в основном Николаем Сергеевичем Раковым. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.